Всем привет, привет, тут слышно Таляна, а басом пола музыка, еду в фармачии, еду в аптеку, встал утром, сначала хотели с Карлосом поехать в госпиталь, но так как у него получается работа сегодня, он готовит машину назад, ума домани вай ве, веро? Домани, сабата, но домани стоя в casa, а, короче, ему надо там, короче, мораль сказки такова, проснулась я сегодня утром, вот с такой вот губенью, как будто после операции пластической, ну, как у нас это операта, мне так больно улыбаться, сначала хотели поехать сразу в госпиталь, потому что у меня началась паника, я встала детей отводить в школу, в 7 утра я проснулась от того, что у меня немеет губа, кстати, мне сон снился, да, у нас дождь, и, кстати, мне сон снился, что прямо вот у меня губа болит, чешется, у меня ни удара не было, у меня не подзарапала кошка, там, ни Байкал, как он любит за мои подушки безопасности меня хватать, то есть вообще ничего не было, и это самое, я Карла, Карла, потому что я спала с малыми в комнате, он пришел вчера в 2 ночи, мы уже спали, но он приехал, Я, Карла, 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 да что делать, что делать, губа, у меня такое впечатление, говорю, что она вообще растет и растет, и сейчас она лопнет, в госпиталь ехать, так как он уезжает потом сразу на работу в другой город, он меня потом не сможет забрать, и мне надо будет возвращаться, вот видите, какой трафик, надо будет возвращаться потом пешком, это поменять 2 автобуса, потому что госпиталь совершенно в другой стороне, раньше он был за моим домом здесь, в старой части города, его потихоньку-потихоньку переносят, И сейчас стало очень неудобно, когда дети были маленькие, было очень удобно ходить в больницу, короче, решила я поехать в фармакею, сейчас, может быть, возьму, мне дадут, может быть, кортизол, да, Карла? ... ману, вот, да, мне надо было делать, я мама, дорогой, это сказал меня, вот это, я вот, я такая, я здесь делаю, без меня, я это не могу, сейчас-то не могу, а есть, у меня это, я могу, это не могу, это что-то, это невозможно. Смотрите, как вы видите, как вы видите? Люди говорят, что не верят. Их не верят. Как вы видите? Дай мне, дай мне, дай мне ты, дай мне ты, да, дай мне ты. Дай мне, дай мне, дай мне, а вот переключаемся. Пришлось мне выходить с машины и идти, у нас недалеко, этот самый, видите, где там мигает, я не знаю, если видно, зелененьким крест. Это аптека. Потому что Карлосу надо было бы в другую сторону потом возвращаться. Он бы не выехал с таким трафиком. Это я вот вообще, видите, она у меня расслабленная. То есть я ее не надуваю. Ну вот так вот, если трогаю внутри языком, мне кажется, что я сдерла, наверное, кожицу. Знаете, когда губу прикусываешь так, и сдираешь кожицу. Кошмар. Неприятности меня не отпускают. Постоянно неприятности. Вроде только сказала, все, я счастлива. Какое там счастье? Держите, Марина, вторую порцию. Потом схожу за покупками. Писок куплю. Детям что-то на обед приготовлю. Второй день школы у нас. У нас сейчас София в школу Сашу водит. И со школы тоже София водит. Классно, мне посвободнее стало. Ой, я проснулась, конечно, сегодня в панике. Вообще просто. Я прям орала. Я говорю, давай быстро кремом. Давай в интернет. В интернете давай читать, что это может быть. И там написано, что это или аллергия, или укус паука. Капец просто. Сейчас подойду к этому. Подойду сейчас. Опс, переключаемся. Я уже сходила, купила еду-ка там, песок купила. В аптеке мне сказали, что они мне не могут без рецепта доктора продать куртизон, куртизол. В общем, надо идти к домашнему доктору, который лечит, наблюдает. И потом уже, когда он что-то напишет, можно будет идти и что-то покупать. Или же ехать в госпиталь, или же вызывать скорую. Я говорю, ну мне же не болит ничего, мне не больно. Просто что, говорю, надувается? Нет. Может быть, у вас реакция какая-то идет на какой-то продукт. Я говорю, нет, я ничего нового не ела. Новой помадой я не мазывать. Никакие новые крема тоже я не употребляла. Говорят, укус чей-то. Я говорю, ну возможно. В общем, сейчас еще в один магазин купить уже на обед что-то и домой. Мыть квартиру и где-то с десяти доктор начинает работать. Посмотрю, как до десяти спадет у меня что-то или нет. Трафик, конечно, вообще просто. Опс, переключаемся. Пришла домой, варю детям на обед. Рис попросили малые. Скоро за ними, через полтора часа пойду в школу. Пришла домой, ливанула такой ливень. Естественно, до доктора не дойти до домашнего, чтобы взять направление. Это не ближний свет, а минус того, что я не вожу машину. Хотя я ходила в школу, проходила две недели в автошколу. И я закончила. То есть по прямой дороге я еще могу ехать. Ну как, я буду уехать уверенно, но светофоры это не мое. И люди, пешеходы, я очень боюсь сбить или убить человека. Для меня это вообще просто. Потом еще сидеть в тюрьме, ну его нафиг. Нет, это не мое. Прибежала домой, убирала, там двигала. Надо было машинку выдвигать вперед от подымывальника для мытья посуды. Мыла там под машинкой, стены под раковиной. В детской комнате там тоже меняла, посуду убирала. Хотя у нас дождь такой ливанул вообще. У нас вчера в первой половине дня был дождь. И сегодня целый день. И прям мне нравится, когда вот особенно утро. И нет вот этого вот солнца. Меня это солнце раздражает. Единственный минус, что я белье настирала. У меня белье висит со вчерашнего дня. Я замечаю, что с левой стороны у меня губа вообще сходит. С правой стороны она есть. Я не знаю, или меня кто-то упустил, как говорит Карлос. Он только что звонил, говорит, Марин, ну как ты шо и как? Потому что он... Сначала встали с намерением ехать. Я его разбудила. Говорю, Карлос, смотри, у меня прям губа. И знаете, такое впечатление, что она вот сейчас разорвется. Потому что она все опухала больше и больше и больше. И прям такая тяжесть. Я еще при мысли себя словила, как девочки делают ботекс. Это ж так тяжело носить надутые губы вообще. И такое впечатление было, что она сейчас лопнет, лопнет, лопнет. И даже я полезла в интернет. Давай читать быстренько, от чего может вспухнуть губа и как ее лечить. Первым делом сразу это лед холодный, компресс там и под полотенцем и то и все. Потом я просто крем на губы нанесла, потому что я боялась, что она у меня лопнет. То есть такое впечатление, что сейчас мясо, оно это все лопнет. Не знаю, говорит Карла, или меня кто-то укусил. Потому что я не ударялась. Я его вчера встретила, он пришел где-то в два ночи. И все, я легла. Потому что я не ложилась до тех пор, пока он не придет с работы. Я легла нормально, все. Утром я встала. Я еще помню точно, что мне сон снился, что во сне у меня болит губа. Видно, она уже у меня болела ночью. Кошка меня не поцарапала, спала я с Сашей. Может, Саша меня как-то головой во сне ударила в эту сторону. Не знаю. Или укусила. Может быть, я вот так вот кожицу содрала. Не знаю. Ну, сейчас уже проходит, уже легче. Боже мой, господи, я уже перепугалась. Я думаю, что вечером, может быть, и это немножко спадет. Потому что ни десна, ни зуб. То есть ничего нет. Единственное, что у меня фрункл какой-то вскочил уже давно. Я его все время... Начинает у меня проходить. Я его поддавлю, он меня опять. Ну, не знаю. Может, это вот... А, еще там в интернете я прочитала, что это может быть от нервных срывов. От какой-то перенесенной эмоциональной, я не знаю, эмоционального взрыва эмоций. Все планы мне сегодня сбила эта губа. Я сегодня должна была волосы эти делать. Хотела покраситься. Как раз на субботу в воскресенье сделать укладку. Хотя в такой дождь бестолку ее делать. Накрашенный волос, с влажностью она все так вот встанет. Ладно, сейчас я солью рис. Все, пожелайте мне удачи. Оп, переключаемся. Я забрала Сашку. Здоровайся. Сейчас зайдем. Смотрите, вот еще час прошел и моя губа в таком состоянии. Смотри, а ты испугалась сегодня утром? Мы не поехали в госпиталь, он не выехал с трафика. Я пошла в фармацию. В фармации сказали, что без доктора нельзя ничего. Иди под зонт. Смотрите. С правой стороны, видишь, с правой стороны большая. Может ты меня ночью ударила головой? Я. Когда спала. Саш, ты не ходи, давай иди сюда под зонт. Еще и рюкзак порвала. Сейчас куплю-ка там еда, молоко куплю Марусе. И все, и дома. Я дома поубирала, постельки поменяла. Чистенько все пахнет. И все. Буду лечиться. Карлос уже звонил, спрашивал, как там Саша. В школу. Мне неудобно. Подожди, не снимай, я же зонт несу. Почему ты должна взять его? Почему я хочу? Это вот мода, рюкзак вот так вот спускать по самые колени. Не подтянуть рюкзак нормально. Ой, молния сверкает. Не подтянуть рюкзак нормально, а спустить его. Открыто. Ого. Ого. На, с зенчиком постой здесь. Ого, я leftиваю от лечо.